Смотрите, вот Запашный, это самая, наверное, известная вообще династия такая. А вот у вас там династии бывают среди ветеринаров? Ну вот если говорить, допустим, обо мне, да, у меня отец ветеринарный врач, мама зоотехника. И жена, а у вас... Жена ветеринарный врач, да, тоже. А вы познакомились именно на работе? В зоопарке. На самом деле династии среди врачей очень распространены. Здесь дело в том, что личный опыт вот именно эксклюзивных определенных таких ситуаций, он очень важен для того, чтобы передать. Поэтому родители очень стараются, ну вот, кому еще, как не близкому родственнику. Ну это первое. А второе, ну, наверное, ребенок, который проводит время со своими родителями на работе, а очень часто это даже где-то от безвыходности, да, бывает, он все равно набирается опыта? Конечно. Он все равно смотрит, как это устроено, он смотрит, как устроено, он получает какой-то очень эксклюзивный для себя материал визуально. Он сам это интересуется. Если родители могут вовлекать в процесс, где-то помоги, постой, подай, то ребенок вполне возможно и тоже проникается всем этим. Но практика, конечно, показывает, что есть династии, которые продолжаются поколениями, а есть, которые резко останавливаются, и все. И у детей какое-то отторжение к происходящему происходит. Это так сложно. А вы когда последний раз были в московском зоопарке? Прошлой осенью с детьми я ходил в московский зоопарк. Я регулярно хожу в московский зоопарк. У меня трое детей, я с большим удовольствием это делаю. Я всегда радуюсь тому, что это очень популярное место в нашем великолепном городе. Это всегда интересное пополнение. Вот сейчас они открыли новое помещение для морских животных. То есть даже если ты и был в зоопарке 3-4 года назад, и тебе кажется, что ты все видел, нет, приди еще раз, и ты обязательно увидишь какие-нибудь новые интересные сюрпризы. Я тоже систематически хожу со своей семьей и детей вожу, потому что у меня есть абсолютно такое большое убеждение, что детям очень важно видеть вживую зверей. В зоопарке живут дольше животные, чем в природе? Тут есть обыкновенная статистика. Например, тот же хищник 7-10 лет, тигр, лев, это максимум, который они проживут в природе. По совокупности. Животные чем взрослее становятся, тем сложнее ему охотиться. Накопленные травмы. Значит, каннибализм между собой. То есть молодым животным, которым трудно еще убить того же буйвола, им легче вдвоем, втроем убить пожилого, своего же сородича, и сегодня не остаться голодным. Ветеринарный уход. Индивидуальное отношение к каждому животному. Потому что взрослые животные требуют уже где-то что-то перемолоть специально. То есть он уже кость не может разгрызть. Значит, ветеринарный, вот те же киперы, уже упомянутые, делают через мясорубку, пропускают. Уже ухаживание как за пожилым человеком становится. И жизнь, конечно, очень сильно продлевается. Дмитрий, а у вас есть любимцы? То есть у вас есть какое-то любимое животное, или, может быть, несколько среди подопечных? Ну, я белых медведей люблю. Белых? Да. Поэтому, собственно, с Диксоном иначе. Мы, кстати, подготовили для Диксона подарок. Замечательная акция, кстати говоря, в зоопарке в Московском есть. Принеси подарок животному и пройди в зоопарк бесплатно. Ну, я не знал. Замечательная штука, мне кажется. Почему? Она тоже мотивирует людей на то, чтобы, во-первых, быть заинтересованным. Во-вторых, что-то делиться и таким образом связывать себя с этими животными. Потому что приятно, наверное, когда ты что-то подарил. Специалисты, естественно, это проконтролировали, а потом это досталось. И в том числе, как бы, и дали возможность тебе теперь бесплатно созерцать животных. Эти ведра, они я не в смысле намекаю. Я думаю, что вот это все, это, ну, конечно, что-то он не ест. А яблоки есть? Да, дают им, да. У каждого животного в Московском зоопарке свой рацион. Но он меняется вообще? Конечно, конечно, да. То есть любой рацион меняется в ту или иную сторону для благополучия животного. Спасение диких животных только одна из функций Московского зоопарка. Спасение людей от одиночества и возможность найти друзей среди животных – другая и не менее важная. Об этом после рекламы.